Среди великих лучников он не будет уступать Арджуне, он будет неудержим, как огонь, и неодолим, как океан. В истории упоминаются два Арджуны. Один – Картавья Арджуна, царь Хаи-Хаи, а другой – дед ребенка. Оба Арджуны были прославленными лучниками, и было предсказано, что маленький Парикшит будет равен им обоим, особенно в военном искусстве. Краткая история жизни Арджуны Пандава приводится ниже. Да, тут комментарии серьезные. Все будем читать? Арджуна Пандав. Великий герой Бхагавадгита, он был сыном Кшатрия Махараджи Панду. Царица Кунтидеви могла призвать любого из полбогов, и однажды она призвала Индру. От него и родился Арджуна. Арджуна таким образом является полной частью небесного царя Индры. Он родился в месяце Палгуна, в Ральмарт, поэтому его еще называют Палгуни. Когда он родился, как сын Кунти, его будущее величие было предсказано в небесных знамениях, и все влиятельные личности со всех концов вселенной, полубоги Ганхарвы, Адити, Солнца, Рудры, Васу, Наги, разные выдающиеся риши, мудрецы и абсары, небесные куртизанки, присутствовали на церемонии по случаю его рождения. Абсары радовали всех своими небесными танцами и песнями. Отец Господа Кришны и дядя Арджуны по матери Васудева прислал своего представителя, жреца Кашьяпу, чтобы тот очистил Арджуну, проведя все предписанные самскары, очистительные обряды. Самскару наречение имени провели в присутствии риши жителей Шаташшринги. У него было четыре жены Дарупади, Субадра, Читрангада и Улупи, которые родили ему, соответственно, четырех сыновей – Шрутакирти, Абхиманию, Бабхрува Хану и Иравана. В годы учения его вместе с другими пандавами и кауравами верили заботам великого учителя Драначари. Но своим приближением он превосходил всех, и его любовь к дисциплине особенно нравилась Драначари. Драначари считал его своим лучшим учеником, с радостью осыпал всеми благословениями, чтобы тот мог в совершенстве постичь военную науку. Он был таким усердным учеником, что практиковал стрельбе из лука даже ночью, поэтому Драначари решил сделать его величайшим лучником в мире. Он блестяще выдержал экзамен по стрельбе в цель, и Драначари остался им очень доволен. Царские роды Манипури и Трипури – потомки сына Арджуны Бабрува Ханы. Арджуна спас Драначарию от крокодила, и Ачария, довольный им, наградил его оружием Брахма Ширас. Махараджа Друпада враждебно относился к Драначарии, и когда он напал на Ачарию, Арджуна захватил его в плен и привел в Драначари. Он осадил город Ахичхатру, принадлежавшему Хараджу Друпаде, и, захватив его, отдал в Драначари. Ачария раскрыл Арджуне секретный способ управления оружием Брахма Ширас, и взял с него обещание, что Арджуна, если понадобится, применит его, когда сам Драначария станет его врагом. Тем самым Ачария предсказал битву на Курухшетре, в которой он участвовал на противоположной стороне, хотя Арджуна, сражаясь за своего учителя, нанес поражение Махараджи Друпади. Тут решил выдать дочь Друпади за своего юного противника. Поэтому он был очень огорчен ложным слухом о том, что Арджуна погиб при пожаре в доме Ишелака, построенном Дурятханой. Тогда он организовал для Друпади церемонии выбора жениха, который должен был попасть стрельбой в глаз рыбы, подвешенной к потолку. Эта хитрость была задумана умышленно, потому что только Арджуна мог выполнить это условие, и царю удалось осуществить свое желание и выдать за него свою столь же достойную дочь. По соглашению с Дурятханой, братья Арджуны в то время жили инкогнито... А, Дурятхан... Да, странно. Вроде там не было соглашения. Инкогнито и они присутствовали при выборе Друпади, переодетой брахманами. Как же все собравшиеся чарикшатри увидели, что Друпади увенчивает гирляндой бедного брахмана, признавая в нем своего господина, Шри Кришна открыл правду Баларами. И так далее. Кто-нибудь дочитает. Нереально тут все прочитать. Среди великих лучников он не будет уступать Арджуне, он будет неудержим, как огонь, неодолим, как океан. Доброе утро, дорогие предмы. И очень так неожиданно меня встретили. Очень нежно. Я вам очень благодарен за это. Спасибо. Я бы хотел вот о чем поговорить. На самом деле, есть закономерная причина, почему Арджуна получил такую силу. Эта причина заключается в строго правильном следовании принципам медической культуры. Главный принцип заключается в том, что поклонение старшим дает необходимую силу, нужную для развития. И это не касается только Арджуны. Это касается всех нас. Нужно понять, что поклонение – это очень глубокая вещь. И это наша внутренняя жизнь. Внутренняя означает, что ее никому невозможно передать и рассказать в той степени, в которой ты должен этим заниматься. Фактически для нас поклонение старшим означает поклонение своему духовному учителю и поклонение Шелепру Паде. Дело в том, что это целая наука, как это делать. И у меня есть какой-то опыт свой. Я во время воспевания Святого Имени окланяюсь своему духовному учителю Шелепру Паде постоянно мысленно. И я включаю голос Шелепру Паде во время джапы и внимательно слушаю его вместе со своим голосом. Хотя в принципе считают, что надо слушать свой голос. Я 10 лет послушал свой голос и понял, что как-то сложно развиваться таким образом. Я решил послушать также голос Шелепру Паде. Я начал читать вместе с ним мантру порядка где-то уже 4 года и так практикую. Я заметил серьезные изменения в своем сознании. настраиваясь на стопы Шелепру Паде и слушая его голос начинаешь понимать что такое ведическая культура, что такое веды. Потому что сила его звука настолько мощная она начинает давать постепенно слушая голос Шелепру Паде ты начинаешь видеть, чувствовать что звук должен идти прямо отсюда из сердца. То есть во время воспевания. Потом дальше начинаешь чувствовать что ты сам находишься там в сердце. И что ты очень маленький. и так постепенно ну и ты этот звук он на самом деле с тобой как бы соединяется и так же соединяется с тем кто за тобой находится там дальше. с тем прекрасным который находится дальше за тобой. И так далее. То есть Шигорни Тайки У нас у каждого есть своя судьба и в соглас соответствии с своей судьбой мы имеем возможность иметь какое-то вдохновение к духовной жизни. Причем интересно что это вдохновение оно меняется в результате судьбы. Когда-то оно сильнее становится когда-то слабее. И мы не можем контролировать этот процесс потому что это связано с нашим благочестием который выходит иногда больше и сердце иногда меньше. Большинство людей они в своей жизни больше всего рассчитывают на себя. иногда на своих родственников ну что помогут иногда на друзей но веды считают что надо рассчитывать больше всего на стопы своего духовного учителя и на его звук. Ну то есть понять это не дешевая вещь. Почему? Потому что понимаются такие вещи только в момент когда тебе очень тяжело. Потому что в тот момент когда тебе очень тяжело ты начинаешь искать помощи от того на что ты рассчитываешь и обычно человек когда ему очень тяжело он ищет помощи изнутри себя то есть он своей собственной силой ждет своих собственных сил для того чтобы преодолеть проблему которая у него есть. Когда он чувствует что он не может своими силами преодолеть он начинает дальше обращаться к тем кому он больше всего доверяет. И опыт показывает что единственный способ по-настоящему решить проблему в сердце потому что внешне не всегда удается решить проблему иногда она остается нерезарешенной но все равно человек не может так жить ему надо хотя бы сердце решить ее и в этом случае он начинает искать контакта то есть искать близости искренности в отношениях с кем-то и сначала мы ищем с теми кто находится рядом с нами ну то есть какие-то люди которые могут нам помочь мы видим что все равно счастье не прибавляется от этого потом мы идем дальше дальше и наконец мы доходим до своего духовного учителя как ни странно в самую последнюю очередь почему потому что отношения которые строятся в сердце отношения которые строятся между нами и гуру они для нас сначала имеют такой помпезный и какой-то ритуалистический характер ну кажется что я далеко гуру далеко то есть от меня и какие с ним могут быть отношения но на самом деле если так разобраться кто к нам близко то все люди от нас далеко ну там разницы большой нет здесь допустим человек живет или в Америке все равно это небольшое расстояние но мы все равно друг от друга далеки потому что самый главный принцип близости это близость сердец вайшнавы очень близки ко всем особенно те вайшнавы которые очень глубоки в своей духовной жизни поэтому когда ты начинаешь им поклоняться ты начинаешь видеть что на самом деле проблема не в том что он далеко а проблема в том что ты далеко и далеко в чем в своей вере и способности опереться потому что отношение со старшим означает что мы нуждаемся в нем если мы в нем не нуждаемся то нет отношений поэтому надо попробовать особенно когда будет тяжело попробовать находиться всегда близко возле стоп своего духовного учителя возле стоп Шрилу Пурпада потому что он для нас для всех тоже является духовным учителем вы это понимаете что Шрилу Пурпада это не история Шрилу Пурпада это настоящее время прямо сейчас здесь находится это настоящее время Шрилу Пурпада и он реально присутствует в нашей жизни может возникнуть вопрос но как же у нас же есть духовный учитель и как же быть почему зачем Шрилу Пурпада если есть духовный учитель но вайшнавской культуре человек должен поклоняться многим духовным учителям фактически все преданные вокруг должны стать учителями со временем сначала мы поклоняемся только самому себе потом если человек становится благочестивым он начинает поклоняться старшим чуть-чуть начинает уважать старших когда он развивается чуть-чуть как личность больше он начинает поклоняться святым людям и потом наступает такой момент когда он осознает важность предания духовному учителю и когда его сердце предается духовному учителю начинает видеть отражение духовного учителя других духовных учителях и так далее процесс развивается он не стоит на месте поэтому вот это вот поклонение предания старшим является надеждой для нашей жизни почему потому что когда человек это делает у него появляются силы жить настоящая жизнь как вы уже поняли проходит у нас в духовной среде вообще настоящая жизнь она проходит в духовном мире и мы в какой-то степени причастны к этой настоящей жизни общаясь с преданными но когда мы предаемся своему духовному учителю то мы становимся очень сильно причастными к духовной жизни настоящей жизни настоящая жизнь означает счастье то есть человек становится удовлетворенным счастливым когда он общается своим духовным учителем в своем сердце очень глубоко каждый из нас должен задать себе вопрос насколько я счастливый человек если ответ такой что я несчастный то это означает всего лишь одна вещь что мы недостаточно глубоко осознаем необходимость глубокого поклонения старшим потому что от них всегда они всегда готовы отдать нам свою силу необходимую для того чтобы мы были полностью удовлетворены как вы думаете у старшего хватит силы сжечь мои грехи или нет как грехи чувствуются внутри нас допустим сейчас вы чувствуете свои грехи как они чувствуются в виде плохого настроения и когда человек думает о стопах своего духовного учителя могут грехи одолевать его или нет могут если он слабо думает если он думает сильнее меньше грехи одолевают еще сильнее еще меньше когда он постоянно думает о стопах своего духовного учителя то он находится в состоянии счастья метод очень простой надо тренироваться и все просто тренироваться самый лучший способ думать это думать с помощью звука потому что ум он заполнен грехами его с помощью него думать очень сложно в калиюгу если мы закроем глаза то что мы там видим мы там видим темноту темнота означает грехи потому что если человек просветлен он закрывает глаза он видит кришну он вид духовный мир он вид отношения свои с духовным учителем вот что он видит когда мы закрываем глаза что мы видим немнем байбай еще что нибудь ну то есть что-то видим такое свое такое печальное что-то такое нам может быть это и сладко но с точки зрения счастья это очень печально поэтому это означает ум мы видим свой ум закрывая глаза и это очень ненадежный товарищ для концентрации на стопы духовного учителя потому что сквозь ням-ням-ням и бай-бай-бай очень трудно увидеть стопы духовного учителя слишком много других различных эмоций поэтому для того чтобы их увидеть для этого надо слушать звук духовного учителя и свой звук в унисон с ним включать и с помощью этого звука мысленно энергии звука используя энергии звука надо мысленно сосредоточить свой ум на стопах духовного учителя как вы думаете мы можем умом мыслями свои нащупать стопы духовного учителя можем очень легко надо потренироваться немножко и вы почувствуете когда мы почувствуем стопы духовного учителя сразу же немедленно мы почувствуем нектар в сердце это наука как только почувствовал стопы духовного учителя сразу нектар и дальше что надо сделать надо вцепиться в них и никогда не отпускать потому что грехи-то лезут изнутри лезут и хватают за мозги а надо не давать недавно ну это предной раньше вешали такой плакат цапля стоит открыла рот у нее лягушка там и это и вот она вся уже проглочена но руки наружу и цапли за это за шею никогда не сдавайся плакат она уже не дает себя проглотить там на шею держит цапля она глотает не глотается потому что никогда не сдавайся так и нас нас грехи уже проглотили фактически но мы вцепились руками за стопы духовный учитель никогда не сдавайся все это значит что тебя не проглотят сто процентов никаких шансов нет в этом заключается наша надежда и в этом заключается пример Арджуны он очень просто освоил свою науку просто держался за стопы постоянно думал о своем духовном учителе о своем учителе военного искусства постоянно постоянно думал о своем учителе и в результате от этого от учителя к нему перешла вся сила его и он стал великим лучником таким образом просто предавшись учителю таков метод метод который предлагается ведической ведической культуре ведической практики надо заниматься этим методом простой метод каждый должен использовать свою природу для того чтобы настроиться на гуру вот у меня природа такая я там вот такая я так это делал кто-то может это делать с помощью служения допустим мы служим кришне как-то пуджарит человек и он это делает настраиваясь на стопы своего духовного учителя и он пуджарит вот так настраивается настраивается таким образом он соединяет себя с гур через действие какое-то допустим связанное с пуджей кто-то допустим пирожки печет для того чтобы бабушкам раздавать настраивается через это вот кто-то допустим вообще судьба тяжелая допустим он где-то там работает но все равно надо что-то делать и настраиваться делать что-то для Бога делать для Бога означает с мыслями о духовном учителе надо думать о своем духовном учителе что бы ты ни делал в этом наш метод у нас нет другого выхода а и не нужен другой выход у нас такие замечательные духовные учителя зачем нам еще какие-то другие выходы однако устойчивость духовной жизни у человека появляется только в том случае если он что делает ну мы все джапу читаем некоторые читают джапу потом уже уйдя в маю мы читаем джапу многие уходят в маю даже читают джапу разве не так давайте будем трезвыми джапу нужно читать это самый важный метод нашей духовной жизни это факт но для того чтобы читать джапу для этого надо кое-что еще делать для того чтобы ее читать правильно надо кое-что еще делать общаться можно по-разному с преданным служить тоже можно по-разному ну давайте вы уже приближаетесь надо поклоняться преданным поклоняться как поклоняться преданным сейчас будем учиться мысленно кланяемся предным что мы чувствуем мысленно кланяемся предным что мы чувствуем вы уже экстаз чувствуете все тогда вопросов нет Но я, когда я начал тренироваться, когда я мысленно начал кланяться предным, первое, что почувствовал – вонючие носки. Это первый мой опыт поклонения предным. Я почувствовал, я стопам предался предным, чувствую вонючие носки психически. Я думаю, что-то не то. Вроде бы метод практикую, а результат какой-то не тот. Что же делать? Я начал практиковать больше, стараться. Я заметил, что если ты серьезно относишься к этому процессу, то ты начинаешь в сердце своем постепенно чувствовать чистое начало, которое существует во всех предных. Во всех душах есть чистое, но у предных оно явно, проявлено очень. Потому что мы же верим, а вера означает чистая, очень чистая вещь. Когда мы начинаем поклоняться стопам предных, пытаясь найти их веру, то вот это и есть гарантия того, что мы останемся в среде предных. А если мы останемся в среде предных, то это гарантия того, что карма нам шею не свернет. Потому что пока человек остается в среде предных, он не может, карма не может ничего с ним сделать. В этом заключается секрет. Поклоняться преданным, которые находятся вокруг тебя. Очень сложная наука. Кажется, нечему поклоняться, на первый взгляд. Но надо учиться. Это серьезная наука. Если мы учимся этой науке, мы постепенно понимаем, о чем идет речь. Когда мы это понимаем, мы начинаем понимать план Кришны. Был такой предный Калейдас. Был такой предный Калейдас. Необычный предный. Один раз он пришел в дом одного вайшнава низкой касты. И там этот вайшнав сидел вместе с женой. И он сказал этому вайшнаву, «У меня есть одно желание, ты можешь выполнить мне это желание?» Говорит, смотря какое желание. Вайшнав из касты. Сказал, я хочу омыть свою голову в стопах от вашей черенабриты. Ой, в воде вашей черенабриты за стоп ваших. Тот говорит, ну ты загнул. Я же, говорит, низкорожденный. И тогда Калейдас начал приводить примеры из шастры, что даже человек, который имеет низкое рождение, если он предал свое сердце Господу, то он становится сам возвышенной личностью выше брахмана. То есть ему надо поклоняться. И так как вы такой личностью являетесь, поэтому я хочу омыть свою голову в стопах в этой жидкости от ваших стоп. Череномыть от ваших стоп. Он говорит, замечательное высказывание. Этот брахман сказал, замечательное высказывание, все правильно. Ну так как я не только низкорожденный, но даже у меня капли преданности Богу нет, поэтому как бы в данном случае это не работает. Он так ответил. Но Калейдас был очень опытным в служении стопам преданных. Он был настолько опытным, что никто не мог его плана понять. Он тогда сказал, ну ладно, Прабуджи, раз вы не хотите, я тогда пойду. Я вот хочу вам манго дать. Он дал ему очень дорогой манго такой, вытащил в такой упаковочке красивой. Ему дал манго это. Говорит, я пойду тогда. И он пошел. И так пошел, так он, что вот этому преданну захотелось его проводить. Он так пошел. Как-то пошел вот так вот. И тут раз решил, ему захотелось его проводить. Он пошел вместе с ним провожать его. Потом они обнялись. Когда он уже вышел из-за двери. И когда этот преданный попрощался уже с ними и ушел, Калейдас увидел отпечаток стопы этого преданного на земле. И он бросился на этот отпечаток, начал головой кланяться ему, этому отпечатку. Потом начал брать землю с этого отпечатка и обмазывать себя, все тело. Все, когда он полностью, а потом начал кататься по его вот этим вот стопам. Когда он все это сделал, он вошел в такой экстаз, и потом он встал и пошел в экстазе. И так этот преданный подклонялся стопам вайшнавов. Он подкрадывался незаметно к домам разных преданных. Выслеживал, где мусорка. Смотрел, как в мусорку выкидывают остатки просада там куда-то. Набрасывался на эти остатки, обсасывал, облизывал их. И он таким образом во всей Бенгалии не осталось ни одного вайшнава, у которого бы он не взял пыль со стоп или просад. Но этого им было недостаточно. Он пошел в джаганатхапури. И там у всех предных тоже так же поступил со всеми предными. Никто не мог убежать, если его видели, все, знали. Никаких шансов не до него отвертеться. Он смотрел, выслеживал. И в это время в джаганатхапури жил Господь Читани Махапрабу. Сама Верховная Личность Бога. Настроение Шимати Радхарани, которое испытывает чувство разлуки по отношению к Господу. И Господь Читани очень строго запрещал даже смотреть на Черенамриту со стоп с его, которую... Каждый день Говинда, слуга Господа Читания, омывал его стопы после утренних программ. И Господь Читания строго запрещал преданным даже смотреть на этот процесс. Не то, чтобы брать капельку. Только очень сокровенным преданным удавалось капельку этой Черенамриты получить тайком, когда все уходили, и она уже просачивалась в землю. Они там выкапывали и как-то наслаждались тем, что было. Гальдас увидел, как Господа Читания мывает стопы. Он увидел это издалека и пошел. Пошел, 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 настроившись на эту жидкость. Так он подошел к Господу Читании, глядя на эту жидкость. Господа Читания увидел, как он смотрит. Он сидел спокойно, продолжал воспевать цветы имена и мамовали стопы. Гальдас взял тарелочку, а, пригоршню, да, взял, подошел туда, взял пригоршню Черенамриты. И быстро выпил. Предные начали потеть, что они чувствовали, что будет сейчас что-то ужасное. Гальдас, выпив Черенамриту, опять увидел Черенамриту. Опять схватил, опять выпил второй раз. Предные начали сбегаться потихоньку. Они боялись гнева Господа. Они понимали, что сейчас будет. Когда он третий раз выпил Черенамриту, Господь посмотрел на него и сказал, достаточно. Но это еще не все, что было. Потом Господь Читания пошел в Гамбиру кушать Прасад. Маха Прасад Господа Жиганадхи. Когда он кушал, он увидел, он кушал на улице, возле дома, и он увидел в окне соседнего дома Калидаса, который смотрел на его Прасад пристально, не мигая. Господь Читания в этом взгляде увидел такой нектар, такую необыкновенную жадность к служению преданным, что он испытал огромное счастье. И когда он докушал, он сказал Говинде, Говинда, отнеси от тому преданного остатки, все мои остатки Прасады. И Калидас достиг вершины своего духовного счастья в этот момент. Но путь он проделал, который я уже вам объяснил до этого момента. Он служил стопам преданных. И не думайте, что эта сказка, которую я вам рассказал, касается только тех времен. Я не знаю, много это или мало, там 16 лет духовной жизни, но я заметил, что только те преданные, которые так настроены, остаются в нашем движении. И уносит меня, и уносит меня, звенящую снежную даль, три белых коня, невежество, благость и страсть. Какие вопросы? Да? Это целая наука про буджи. Нельзя наглить. Ханат Махарадж рассказывал, один преданный схватился за стопу к другому преданному, чтобы прислонить его к голове. Тут начал выдергивать. Тут ему эту стопу заломал и сломал ему ногу. И прислонил потом. Потом он шел, думал, экстаз, экстаз. А тот со сломанной ногой лежал. Мы когда ездили с преданными по всей России, у нас была группа, и мы по два месяца в каждом городе оставались. Мы испытывали огромное счастье друг с другом, особенно когда мы только начинали это дело. Был такой нектар. У нас в Перми, мы приходили после программы, приходили домой. Нас поселили на первом этаже. Это был дом академиков. Огромная квартира, четырехкомнатная. И мы приходили, нас было четыре четверо преданных. Там были еще другие преданные, там несколько комнат. И мы вечером, испытывая огромное счастье, начинали брызгаться друг с другом водой. Потом мы начинали ведерки доставать, обливать друг друга ведерками. Потом там начинались совершенно непонятные вещи твориться. Катались клубками там друг с другом и так далее. Мы испытывали огромное счастье. Это немножко не похоже на то, как мы должны действовать. И там я видел разные смешные ситуации, когда один преданный просто вот хватал и ел прямо пищу во время еды у своего. А тот уже не знал, что с этим делать вообще. Он уже смирился с этим. И он говорит, Кришна тебя накажет за то, что так поступаешь. И тот преданный говорит, меня никто не накажет. И он взял черенамриту, встал и говорит, за ваше ващнавское здоровье. Начал пить. А тот преданный, он подставил руку вот так вот. И начал молиться Кришне, чтобы тот его наказал. И тот, короче, увидел эту руку, он поперхнулся, начал смеяться. И у него черенамрита повелась через губу вот так вот. И тот прямо в руку вот так выпил. Но это не те отношения, которые мы должны культивировать. На самом деле... Это был беспредел, как бы. Но это удивительно. Я помню, в Самаре я только пришел в сознание Кришны, я изучал, как преданные себя ведут. А преданные себя вели очень интересно в то время. Вот, и необычно. Например, был пир, и саратовские предные кушали, и пуджарий кушал из этого храма самарского. И он не доел просад, и отвалился вот так, и смотрел на предных, и всех очень любил. Смотрел, и очень счастлив был с предными, сидел, смотрел в экстазе полном. Саратовские предные в это время стащили у него тарелку, пустили ее по кругу. Естественно, когда она дошла до него, он уже не знал, что это его тарелка. Он обрадовался, что как бы ему дали чуть-чуть маха просада от предных, дают ему. И он обрадовался, но когда он увидел, что это его тарелка, он уже не обрадовался. Потому что она прошла про кругу. И он был несчастным и печальным. Поэтому служить предным надо в тайне. Это делать так, чтобы никто не знал. Такому. Поклоняться стопам предных. Надо им об этом говорить. Я твоим стопам поклонялся целых два месяца. А ты как ко мне относишься, Прабу? Надо это делать сердцу. Какие еще вопросы? Физически. Надо настраиваться, слушать физический звук. И по этому звуку можно почувствовать стопы шилупрпады очень быстро. Не надо сильно напрягаться, чтобы это почувствовать. Он реально присутствует. И можно это почувствовать очень сильно. И предавшись его стопам, можно почувствовать сильные изменения в своей жизни. Не только духовные, во всей своей жизни. То есть настолько сильный эффект, что я не знаю, с чем это сравнить можно. Ну то есть реальные изменения колоссальные в жизни происходят. Еще какие-то вопросы. Да. Только из-за чего не может? Ваш вопрос полон сомнений. Вы не понимаете, что поклонение дроне для Арджуны было означало также поклоняться Кришне. Вы не понимаете, что Кришна очень счастлив, когда мы соблюдаем правила, которые предписывает нам сам Господь, сам Кришна. Например, когда жена поклоняется в своем сердце своему мужу, она таким образом удовлетворяет Бога. И это тоже является правилом отношений в семье. А муж должен поклоняться своей жене как преданной, как вайшнавине. Матаджи вам не обязательно поклоняться материальным учителям. Да? И предные всякие бывают, вонючие есть такие. Не надо тоже поклоняться. Вы поклоняйтесь только самым возвышенным предам. Но потом, когда вы будете поклоняться самым возвышенным предным, вы заметите постепенно, что их становится все больше и больше вокруг, самых возвышенных предных. И в какой-то момент вы заметите, что те предные, которые вы считали вонючими, они, оказывается, тоже возвышенные. Но это процесс постепенный. Не надо беспокоиться об этом. Поклоняйтесь тому, кому можете. Таков путь. Сначала мы поклоняемся Ширипурпаде. У нас даже нет гуру своего. Мы поклоняемся Ширипурпаде, и он открывает нам сердце для своего ученика какого-то. У нас появляется желание поклоняться этому ученику. Это постепенный процесс. Не надо беспокоиться ни о чем. Поклоняйтесь тому, кому можете в духовной жизни, в движении нашем. Поклоняйтесь, кому можете. И все будет классно, сто процентов. Но знайте одну вещь. Что когда мы чувствуем преданных, которые мантру повторяют, что-то не то, когда мы чувствуем, это значит, что мы чувствуем что-то не то. Потому что Кришна не хочет, чтобы мы это чувствовали. Кришна хочет, чтобы мы чувствовали в преданных что-то другое. Был такой преданный Капал Батта Госвами. И он никогда не думал ни об одном преданном плохо. И если кто-то ему говорил о каком-то преданном плохо, он говорил про Буджи, извините, это не для меня информация. Я знаю, что этот преданный очень хороший возвышенный вайшнав. И поклоняюсь ему, как такому вайшнаву. Все остальное, вся остальная информация не для меня. Потому что я настолько падший, что я не могу ее правильно оценить. Но это был самый важный преданный в свое время. Мы должны следовать по стопам Шести Госвами в этой связи. Какие еще вопросы? Все, пора, да? Все. Другие преданные. Все, прям падай, ки-чай. Все, я говорю, не тая, ки-чай. Всего слава всем, собираемся. Я хочу сделать одно объявление. Если вы хотите в этой теме разобраться, которую я сейчас поднял. Вот здесь сидит замечательный преданный Вацал Прабу. Он по вечерам, во сколько? В шесть часов вечера каждый день, целую неделю вам будет читать лекции на эту тему. Пожалуйста, приходите. Не каждый день? С понедельника по пятницу. Пожалуйста, вы не пожалеете. Алектишна. Алектишна. АПЛОДИСМЕНТЫ